Многоствольный пулемет М134 миниган. Ужасающий шквал огня. Разработка многоствольного пулемета калибра 7,62 мм была начата американской компанией General Electric в 1960 году. В основу этой работы была положена авиационная шестиствольная пушка М61 Vulcan калибра 20 мм, созданная этой же компанией для ВВС США на базе системы Gatring, поскольку 20-мм пушка предназначалась для вооружения штурмовиков и была слишком тяжелым вооружением для других типов летательных аппаратов. Первые опытные шестиствольные пулеметы калибра 7,62 мм появились в 1962 году. А уже в 1964 году какие пулеметы установили на самолет АС-47 для ведения огня перпендикулярно курсу самолета, из окон и длевые фюзеляжа по наземным целям. После успешного применения новых пулеметов, получивших название миниган, компания General Electric развернула их массовое производство. На вооружение эти пулеметы были приняты под индексами М-134 армии США и ГОУ-2 и Флот и ВВС США. К 1971 году в вооруженных силах США насчитывалось уже более 10 тысяч миниганов, большая часть из которых была установлена на вертолетах, действовавших во Вьетнаме. Некоторое количество пулеметов миниган было также установлено на малых речных судах ВМФ США. Благодаря высокой плотности огня, многоствольный пулемет М-134 миниган оказался отличным средством подавления пехоты, однако потребность в электропитании и очень высокий расход патронов ограничивали их применение главным образом техникой. Втягивание США с начала 1990-х годов в целый ряд конфликтов на Ближнем Востоке привело к тому, что производство модернизированных вариантов пулемета, получивших индекс М-134D было развернуто по лицензии американской компании Дилан Ара. Новые пулеметы ставятся на вертолеты, корабли, на легкие катера поддержки спецназа, как средство огневой поддержки, крупные корабли, как средство защиты от быстроходных катеров и лодок противника, а также на джипы. Многоствольный пулемет М-134 миниган использует автоматику с внешним приводом механизмов от электродвигателя постоянного тока. Как правило, двигатель запитывается от бортовой сети носителя напряжением 24-28 Вольт с потребляемым током около 60 А. Пулемет М-134D при темпе стрельбы 3000 выстрелов в минуту, потребляемая мощность порядка 1,5 кВт. Через систему шестерен двигатель приводят во вращение блок из шести стволов. Цикл стрельбы разбит на несколько отдельных операций, проводимых одновременно на разных стволах блока. Подача патрона в ствол как правило осуществляется в верхней точке вращения блока, к тому моменту как ствол приходит к крайнему нижнему положению патрона же полностью бросан в ствол и затвор в запах. И в нижнем положении ствола производится выстрел. При движении ствола вверх по кругу производится извлечение и выброс стреланной гильзы. Запирание ствола осуществляется поворотом боевой личинки затвора. Перемещением затворов управляет замкнутый криволинейный паз на внутренней поверхности кожуха пулемета, по которому перемещаются размещенные на каждом затворе ролики. Заряжание патронами может осуществляться из стандартной рассыпной ленты или при помощи механизма беззвеневой подачи патронов. В первом случае на пулемет ставится специальный механизм делинкер, осуществляющий извлечение патронов из ленты перед их подачей в пулемет. Лента подается в пулеметы через специальный металлический гибкий рукав от коробов, имеющих типовую емкость от 1500 до 4500 патронов. На тяжелых вертолетах CH-53, CH-47 емкость патронных коробов для питания одного пулемета может достигать 10 тысяч патронов. Для управления электродвигателем, а также опциональным бустером механизма подачи ленты, на пулемете смонтирован специальный блок электроники. На этом блоке устанавливаются главные выключатели спусковые клавиши на рукоятках управления огнем. Темп стрельбы пулемета миниган, как правило, определяется мощностью электродвигателя и регулировкой электронного блока. Основными установками для пулемета являются различные шкварневые, турельные и тумбовые установки, обеспечивающие подвод питания электричеством и патронами и передачу мощной отдачи оружия на носитель. Именно отсутствие электропривода и не позволяет спеценозавцу использовать миниган для стрельбы с рук. Как это было показано в легендарном фильме «Хищник» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Тактико-технические характеристики пулемета М134 миниган. Калибр – 7,62 мм. Патрон – 7,62 на 51 мм НАТО. Длина оружия – 801 мм. Длина ствола – 559 мм. Масса без патронов – 22,7 кг. Скорострельность – 3000-4000 выстрелов в минуту.